Доброе утро! На РБК региональные новости. Мы вещаем из отеля Краун-Плаза Уфа. С вами Маргарита Гафарова. 38,5 миллионов рублей направят в Башкортостане в этом году на доступную среду для маломобильных граждан. Финансирование поступит из региональной казны, сообщили в пресс-службе Министерства семьи, труда и социальной защиты населения. На эти средства планируют обеспечить специальным оборудованием и устройствами здания больниц, школ, дворцов культуры и других социальных объектов. И таким образом обеспечить их физическую и информационную доступность для инвалидов и других групп маломобильных жителей республики. Средства будут направлены на адаптацию объектов социального обслуживания, культурных и спортивных объектов, службы занятости, а также объектов здравоохранения и образования. В учреждениях в ходе капитального ремонта будут устанавливаться пантусы, поручни и держатели, реконструируют санузлы и расширят дверные проемы. В ближайшие же два года на реализацию госпрограммы «Доступная среда» из республиканского бюджета выделят в общей сумме 77 миллионов рублей. Компания БашРТС перенесла срок доставки январских платежек за тепло и горячую воду. Квитанцы придут жителям республики в первой декаде февраля. Срок оплаты по ним тоже продлили до 15 февраля. Как объяснили в ресурсоснабжающей организации, задержка документов связана с проведением дополнительных проверок данных, полученных от управляющих компаний и используемых для расчета начислений за январь. Согласно предварительным данным, большая часть начислений за январь 2021 года со стороны БашРТС с измеримо декабрьским значением, поскольку среднемечная температура января 2021 года была идентична расчетному периоду декабря 2020 года. Тем не менее, в отдельных многоквартирных домах были выявлены отклонения показаний общедомовых приборов учета тепловой энергии от прогнозируемых значений в большую сторону, что стало поводом для дополнительной проверки. Напомню, поручение провести перерасчет ресурсоснабжающим организациям дал глава региона Ради Хабиров. МУПУИС принял уже почти 12 тысяч заявлений. Всего в компании сделают перерасчет по 412 домам в Уфе, где оплата за тепло выросла в декабре более чем на 42% по сравнению с ноябрем. БАШ РТС заявил, что проведет перерасчет вне зависимости, насколько выросли суммы в декабрьских платежках по домам, где будут обнаружены нарушения и ошибки в начислениях. На минувшей неделе по итогам проверок таких домов выявили всего 18. В Уфе на базе полилингвальной школы номер 16 открыли Центр цифрового образования детей IT-куб. Всего в Башкортостане к 2023 году создадут 9 таких учреждений. Они появятся в Стерлитамаке, Нефтекамске, Сибае, Кумертау, Белорецке, а также на северо-востоке региона. Глава Республики Ради Хабиров посетил один из таких уже действующих центров на базе полилингвальной многопрофильной школы номер 162, который был открыт в 2020 году в рамках национального проекта образования. На его создание направили более 13 миллионов рублей. Центр на бесплатной основе могут посещать 450 детей. Пока в группы записались порядка 200 школьников. Набор будущих программистов продолжается, причем заниматься в лабораториях могут учащиеся всех уфимских школ. В чем особенность IT-куба? Это шесть грани, шесть лабораторий, которые фактически формируют будущее нашего государства. Потому что практически все сферы экономики, промышленности и так далее сейчас напрямую связаны с кибертехнологиями. IT-куб – это новый формат дополнительного образования. Деятельность центра поможет ускорить освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, отмечают эксперты. Почти полмиллиона рублей получила компания нефтехимавтоматика на условиях софинансирования на международную сертификацию. Размер компенсации составил 80% от стоимости сертификата, сообщили в региональном госкомитете по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности. После оформления международного сертификата компания планирует поставлять свои аппараты, выпускаемые под торговой маркой Lintel, в страны Евросоюза. На сегодняшний день экспортная география предприятия представлена странами Казахстана, Узбекистана и Беларусь. Напомню, нефтехимавтоматика занимается производством автоматических аппаратов контроля качества различных видов продукции. Это топливо, масла, смазки, битумы. Добавлю, в 2020 году в Республике финансовую помощь на покрытие расходов на международную сертификацию получили 18 предприятий на общую сумму свыше 8 миллионов рублей. При этом минимальный размер компенсации составил порядка 19 тысяч рублей, а максимальный – почти 2 миллиона рублей. Сегодня предприниматели приглашают на вебинар по маркировке товаров легкой промышленности. Он состоится в рамках обучающих семинаров, которые будут проходить ежедневно в будние дни до конца февраля. Информационная кампания предназначена для участников оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке в системе «Честный знак». На вебинарах рассмотрят технические особенности внедрения маркировки, требования по отдельным группам товаров, правила работы с такой продукцией и многое другое. Напомню, обязательной маркировке подлежат обувь, лекарства, табак, фототовары, шины. На очереди одежда, молочные продукты, велосипеды, питьевая вода. Кроме того, активно проводятся эксперименты по маркировке других товаров. И в завершении выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком, на сегодня доллар растет, а евро падает. Американская валюта прибавила 18 копеек, курс составил 76 рублей 8 копеек. Евро минусует 6 копеек, курс 91.53. И лучшие обменные курсы к этому часу – покупка доллара в банке на ИВА по 75.85 и продажа доллара в банке Финам по 76.28. Наиболее выгодный курс покупки евро в банке Финам по 91.38 копеек и продажа евро в банке на ИВА по 91.70 копеек. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего дня. Всего доброго.